Хэй, народ! Вы находитесь на канале Zane Adventure, и сегодня у нас будет обзор на мой новый лего кастом Арна Топс. И перед началом обзора я хочу, во-первых, извиниться за свой голос, потому что я немного приболел и как бы дам. А во-вторых, хочу вам напомнить про свой дискорд сервер, ссылка на который находится в описании, где вы можете пообщаться со мной и даже иногда поиграть со мной в Майнкрафт. Ну а теперь переходим к обзору. Итак, в последнем голосовании выиграл Арна Топс, но предыдущим обзором, которым должен был быть и арт от Арна Топс, был не он, а Алла Раптор. Потому что тогда у меня и X-Teen Bricks запланировалась коллаборация, ну и как бы дату выхода Арна Топса пришлось немного перенести. Но, тем не менее, вот такой вот Арна Топс у меня сейчас вышел, и сейчас вы уже можете голосовать за следующий кастом на обзор. Ну и теперь давайте посмотрим на Арна Топса поближе. Возможно, многие из вас не знают, кто такой Арна Топс, но я про него чуть попозже расскажу. Скин я ему дал вот такой вот, мне он в принципе очень понравился, и я решил его покрасить вот как тут. Что я могу сказать по изменениям? Во-первых, он изменился точно так же, как остальные мои гадрозавры, за исключением головы и немного прям туловища. Ну и лапы. Если у остальных моих гадрозавров лапы я делал с подвижными креплениями в локтях, то тут же у него нету этого продвижного крепления, и оно просто вот такая вот сплошная лапа. Тут я лишь немного подпилил и сделал угол немного побольше, чтобы он выглядел более естественно. Также, в отличие от других моих гадрозавров, я добавил ему тут вот такие вот тестеодермы, как были у него на этой фотке, которую я показывал ранее. Они идут вот у него от шеи по спине и оканчиваются тут примерно на начале хвоста. Морда у него отличается от других моих гадрозавров. Во-первых, клюв у него более уникальный и не похож на всех остальных моих гадрозавров. Также у него тут имеются вот такие вот штуки, я не знаю, как они называются, но их также было видно на картинке, которую я уже показал. И также у него есть маленький вот такой вот гребешок, как у креалофазавра. По сути, я вот иногда сравнивал Арнатопса с креалофазавром. Говорил, что как бы это креалофазавр, но в семействе гадрозавров. Ну и, в принципе, по изменениям тут всё. Что я могу сказать по окрасу? У него голова вот такая вот тёмно-синяя, но нос у него такой бежевый. Также у него жёлтый тут вот этот вот гребешок и немного коричневых элементов. Дальше от синего у него тут идёт вот такой вот прикольный переход к более охровому цвету. На охровом цвете, и вот тут немного на синем, у него есть такие вот полосы коричневые. Ну, даже светло-коричневые. Дальше от этого цвета идёт переход на такой вот более тёмно-зелёный. И от него на более светло-зелёный. И также он имеет вот такое вот серое брюхо. Также у него есть вот такое вот жёлтое пятно вокруг глаза, а сам глаз я сделал ему зелёным. Ну и, в принципе, про фигурку, я думаю, больше сказать нечего. Поэтому давайте же посмотрим, как она собирается. Итак, эта фигурка состоит из 10 деталей, и давайте же начнём сборку. Как обычно, присоединим сначала голову к шее. Теперь это всё поставим на тело. Готово. Теперь давайте присоединим ноги. Ставим левую ногу. Затем правую. Теперь присоединим ему хвост, чтобы он кое-как мог уже балансировать. Давайте поставим его так, посмотрим. Но нет, всё равно он не может стоять. В принципе, и не особо-то и должен. Потому что гадрозавры, насколько мне известно, ходили на четырёх ногах. По крайней мере, правдоподобные. Про парк юрского периода я ничего не говорю, они там, естественно, все бипедальные. Далее соберём лапы. Сначала присоединяем кисть к основной руке. Готово. Обе лапы сделаны. И теперь цепляем их на место. Левую уже прицепили. И осталось только правая. Готово. И на этом фигурка собрана. Теперь давайте я всё же вам расскажу немного про этого динозавра, так как он малоизвестен. Итак, орнотопс – это род брехелофазаврина сауролофинового гадрозавра из поздней меловой формации Менефи в Нью-Мексико, США. Род состоит только из одного вида – это орнотопс инкантатус. Орнотопс был обнаружен впервые в 2018 году в формации Менефи в Нью-Мексико, США, как я уже и сказал. Голотип состоит из довольно-таки хорошо сохранившегося черепа, но всё же без верхней и нижней челюстей. Также имеются два спинных позвонка, ребра и окаменевшие сухожилия правой лопатки. Большая часть правой плечевой кости, локтевой кости и лучевой кости, второй и третий пясных когтей, а также неполный подвздошный и седалищный кости, что делает его наименее фрагментарным динозавром из формации Менефи. В 2021 году, через три года после первоначального открытия, орнотопс наконец получил название типового вида – орнотопс инкантатус. Орнотопс инкантатус, как я уже и сказал, был над семейством Брахелов-Азаврин, который существовал на территории современного Нью-Мексико, США примерно 78 миллионов лет назад. Точные пропорции орнотопса на самом деле остаются неописанными, поскольку в документе с названием и описанием рода исследован только череп. Ну и в принципе, пока что это всё, что я могу сказать вам про орнотопса, и давайте попробуем сравнить его размеры с другими фигурками. Итак, для начала сравнения давайте поставим какого-нибудь гадрозавра ещё одного, а именно Алора Титана, моего любимого гадрозавра, и посмотрим, каким он будет в сравнении с моим новым орнотопсом. И если вот так вот посмотреть, то мы можем видеть, что Алора Титан немножечко длиннее, чем орнотопс. А всё из-за того, что у них немного разные головы я использовал для базы, и немного по-разному сделал хвост. То есть у орнотопса он вышел немного покороче. Теперь давайте заберём Алора Титана и поставим какого-нибудь, допустим, паразауралофа. Ставим сюда паразауралофа, и как мы можем видеть, он даже, по-моему, ещё длиннейше, чем Алора Титан, в сравнении с моим орнотопсом. То есть, как вы можете видеть, вот настолько он больше. И тут всё также дело в голове и в хвосте. Теперь давайте вместо паразауралофа поставим сюда уронозавра. Он хоть не гадрозавр, а и гадрозантит, но всё же давайте поставим его для сравнения. И он также получается немного больше, чем мой орнотопс. Он выходит больше, примерно вот настолько вот. Теперь давайте поставим кого-нибудь, кроме гадрозавров и гонононтит. Например, похеринозавра. Поставим сюда вот так вот, циротопсида. И, как мы можем увидеть, похеринозавр уже гораздо меньше, чем орнотопс. Но при этом он гораздо массивнее, чем он, потому что тушка у него пошире. Как вы можете видеть, похеринозавр примерно вот настолько вот меньше, чем орнотопс. Ну и, в принципе, понятное дело. Потому что у него и хвост короткий, и, ну, голова у него хоть побольше, но всё равно, и тела у него тоже меньше. Но в основном тут как раз таки он в размерах проигрывает из-за хвоста. И теперь давайте напоследок поставим сюда Диабло Цератопса, как Цератопсида поменьше. И вот он уже в два раза, может даже чуть больше. А, нет, да, он ровно в два раза меньше, чем Арнатопс. Ну и, как вы можете заметить, вот такое сравнение тут получается. То есть он гораздо ниже, примерно в полтора раза, я думаю, если не считать рога. И при этом он ещё и в два раза короче, чем Арнатопс, но по... Да, он даже и по толщине тела немного меньше. Ну и теперь давайте посмотрим, как я делал эту фигурку. Для начала я, как и для всех моих гадрозавров, взял тело Барионикса и хвост его. Хвост я распилил пополам, одну половину я оставил в обрезке для других кастомов, и заполнил её тут немного фольгой. Использовал голову от жирафа и шею от Гидора, ну и также, как сказал, немного подпилил лапы. Далее я сделал скульпт на фигурке, тут также я сделал скульпт и на голове вот такой вот, он получился на самом деле немного сложным, но всё равно. И вот так вот это примерно выглядит после скульпта, то есть залепились все части, где разрезалось, и он стал немного потолще. Далее я зашкурил фигурку, стала выглядеть она вот так вот, то есть стала более ровной и гладкой, что как бы и должно быть. Ну и также вот тут наконец-таки до конца высохла голова и стало выглядеть это всё вот так вот. Шею Гидора я, кстати, сделал из обрезков от головы Индораптора, а именно от шарнира, и пара обрезков от других шеи Гидора, потому что дополнительной у меня не было. Поэтому пришлось вот так вот изворачиваться. Далее я загрунтовал фигурку, но тут в принципе ничего такого, просто загрунтовал алхидным грунтом, аэрозольным стало выглядеть она вот такой вот серенькой и готова к покраске. Ну и перешёл, собственно, к покраске. Покрасил сначала в основные цвета, а именно вот такой вот светло-зелёный, на него нанёс я тёмно-зелёный и потом уже охровый, а дальше сделал голову вот такой вот тёмно-синий. Ну и в конце уже начал добавлять детали, а именно полосы вот такие вот, больше зелёных пятен, тёмных зелёных пятен на туловище. Также покрасил он брюхо и нижние части ног в серый, добавил полосы ему, также добавил полосы ему на голове и на носу, а нос покрасил вот такой вот бежевый. Ну и также пятна вокруг глаз, жёлтый гребень и сами глаза. Ну и после этого кастом готов. Ну а на этом у меня всё, если вам понравился этот кастом, то вы можете поставить ему лайк. Ну а если вы не хотите пропустить следующих видео на моём канале, то подпишитесь на него и нажмите на колокольчик. Ну а с вами был я, Зейн Адвенчер, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok